В селе Нижний Эльдикан проводили в последний путь и почтили память погибшего советского воина Димова Егора Ивановича, защищавшего родину в годы Великой Отечественной войны. В ходе поисковых работ осенью 2017 года на местах боевых действий в районе бывшей деревни Сафронково Новгородской области были обнаружены останки военнослужащего. При нем находился смертный медальон Егора Димова 1920 года рождения, воинское звание красноармеец. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Папа всегда рассказывал, что у него был родной отец, который погиб на фронте. Он его не знал. Ну, как не знал? Он родился, папа родился, а его отец ушел на фронт. И всегда он хотел узнать, где он захоронен. Всегда думал, что он захоронен в братской могиле. Ну, у нас такого даже не было, даже в мыслях не было, что он, наш дед, находится на поверхности земли. Он был не захоронен. Его нашли, вот сейчас нашли, он был не захоронен на поверхности земли. Каждый человек должен возвращаться домой. Ну, вот что вот сегодня он возвращается, наконец-то, на свою родную землю. Это большое событие, радость. Ну, то, что вот я сегодня плачу, это, наверное, неправильно говорить на похоронах, что слезы счастья, у меня сегодня слезы счастья, что сегодня мой дед наконец-то возвращается домой. На торжественный митинг, посвященный захоронению останков красноармейца, собрались представители правительства Забайкальского края, администрации Балейского района, военного комиссариата, родственники погибшего и жители села Нижний Ильдикан. Для Балея это уникальное событие. Таких событий не было, чтобы именно с поля фронта, где человек погиб, он был возвращен на нашу родную землю. И само село в этом году 241 год ему исполняется. И также те процедуры, которые сейчас проходят в храме, отбивания, то есть человек он православный, у нас храму в этом селе больше 100 лет. И я вам хочу сказать, что для нас это очень значимое и важное событие. В военный комиссариат Забайкальского края постоянно обращаются поисковики, когда проводят раскопки и находят останки воинов, которые остались на полях сражений. Находят по медальонам, где есть записи, откуда он призывался, откуда он родом. Есть что, по надписям на ложках, на котелках там, да что. И когда приходит там такое обращение, мы уже начинаем искать по всем военным комиссариатам районов. Мы начинаем писать запросы в Центральный архив Министерства обороны, чтобы найти, откуда он призывался, наш он земляк или не наш. Советский воин Егор Димов вернулся домой не той победной весной 45-го года, а только сейчас. Теперь он погребен в своем родном селе на местном кладбище. Что оставила нам война, о которой вспоминают с содроганием сердца? Она оставила неподдельную человеческую боль, которая не станет слабее даже спустя десятилетия. Каждую семью затронула Великая Отечественная. И с поколения в поколение будут передаваться рассказы о том, что пришлось пережить нашим бабушкам и дедушкам. Юлия Сидельникова, Николай Шунков, ЗАПТВ.